Из этого ролика вы узнаете, какие стоит держать акции российских компаний для хороших дивидендов. Приветствую всех инвесторов на своем канале и сейчас я вам предоставлю акции российских компаний, в которые стоит инвестировать ради дивидендов. Итак, за последние 5 лет дивидендный кейс, кроме общей популяризации фондового рынка и поддержки со стороны регуляторов путем налоговых стимулов, стал одним из факторов роста рынка акций, а дивиденды госкомпании стали рассматриваться в качестве одной из статей пополнения государственного бюджета. И за последние 10 лет только 61% роста пришлось на прирост курсовой стоимости акций, а дивиденды и реинвестирование дивидендов принесло аж 110%. И первые компании я вам предоставлю из нефтегазового сектора. И если же вы являетесь инвестором и следите за этим сектором, то я предполагаю, что вы с особой надеждой смотрите на акции компании Лукоил. Я думаю, я был прав. Итак, совокупные отложенные дивиденды компании Лукоил за второе полугодие 2021 года могут достичь 590 рублей, а за первое полугодие 2022 года может достичь около 600 рублей, что предполагает дивиденды в размере аж 27%. И здесь следует учесть, что в отсутствие отчетности МСФО в 2022 году расчеты носят весьма условный характер. Поэтому консервативно лучше рассчитывать на общие дивиденды в размере 1 тысячи рублей за второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года. Вторая компания с хорошими дивидендами из нефтегазового сектора – это Роснефть. И она является одним из самых дисциплинированных плательщиков дивидендов. И с большой вероятностью она также не останется в стороне от общего тренда. Если по итогам второго полугодия 2021 года компания заплатила дивиденды в размере 23,5 рубля, исходя из опубликованных данных по чистой прибыли, относящиеся к акционерам, которые выросла за первое полугодие 2022 года на 13% и составила 432 миллиарда рублей. И, соответственно, из-за такой суммы стоит ожидать дивидендные выплаты на уровне 23-24 рубля на акцию, что предполагает дивидоходность в размере 6,4%. Следующая компания из этого сектора – это Газпромнефть. По положению дивидендной политики, сейчас в этой компании закреплен целевой размер дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. И за прошлый год компания выплатила 56 рублей за акцию, что в 3,7 раза выше, чем в 2020 году. Я, конечно же, сомневаюсь, что такой темп выплат сохранит эта компания. И по итогам 9 месяцев цены на нефть росли меньшими темпами, а по итогам первого полугодия рубль укрепился. Исходя из этих предпосылок, мы можем с вами рассчитывать доходность на одну акцию в размере 34-35 рублей, что предполагает дивидоходность на уровне 8%. Следующая компания – это Татнефть. Она уже объявила дивиденды в размере 32,70 рублей за одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра состоится 11 октября 2022 года, так что еще можно успеть принять участие в дивидендном ралли. Тип доходность в этой компании составляет 7,3% по обыкновенным акциям и 7,8% по привилегированным. Пятая компания из этого сектора – это Новотек. По итогам первого полугодия компания выплатит 45 рублей на акцию. Реест закрывается 9 октября, что предполагает скромную дивидоходность в размере 3,8%. А по итогам второго полугодия, с учетом эффекта от укрепления рубля и снижение средних цен на НЕВС, я ожидаю дивиденды от Новотека в районе 48 рублей. Но это будет только аж в следующем году. Второй сектор, на который стоит обратить внимание, это сектор удобрения. Для сектора удобрения, второе полугодие будет не таким успешным, как первый, так как цены на удобрения скорректировались, а компании могут понести дополнительные логистические издержки из-за переориентации товарных потоков на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Из этого сектора речь пойдет о компании ФосАгро, в которой совет директоров уже рекомендовал выплатить сразу же 780 рублей за 2021 год и за первое полугодие 2022 года в размере также 780 рублей. Дата закрытия реестр акционеров состоится 3 октября 2022 года и на текущий момент бумага торгуется с дивдоходностью примерно 10%. Также хочу пару слов сказать о компании Норникель, которая уже больше не дивидендная бумага. Еще в июле 2022 года Владимир Потанин заявил, что дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, конечно же не будет ни в 2022, ни предположительно в 2023 году. Решение по дивидендам будет обсуждаться традиционно этой осенью. И хочу напомнить, что действующее до 1 января 2023 года акционерное соглашение предполагает, что Норникель выплатит не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга EBITDA ниже 1,8. По итогам 9 месяцев 2022 года можно рассчитывать на дивиденды в размере 2300 рублей, что предполагает текущую дивдоходность в размере 13,8%. Что же говорить о банковском секторе, то в этом году он понес убытки в размере полутора триллионов рублей. И в этом году было бы очень оптимистично рассчитывать на дивиденды от двух крупнейших банков. К тому же дивидендная политика Сбера и ВТБ не предусматривает промежуточных выплат. Ну а что же касается сектора черной металлургии, то на мой взгляд, сейчас он переживает период трансформации и ждать от этого сектора дивидендов пока вам не стоит. И на этом кому было полезно моя информация, поставьте мне лайк под роликом, также не забывайте нажимать на кнопку подписаться на канал. Увидимся с вами в следующем выпуске, всем удачи, всем пока.